Странная история о том, что в городском роддоме Благовещенска женщины лежат в коридоре, их якобы не воссоединяют с детьми, наделала много шума и выявила еще одну важную проблему, о которой не говорили, это переполненность. Об этом сегодня мы поговорим с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы Максим Борзунов в студии. Здравствуйте. Добрый день. Максим Николаевич, считаете ли вы, что больница переполнена у вас сейчас, роддом? Вы знаете, у нас в медицине очень много определяется цифрами, так называемой статистикой. И мы опираемся не на мнение в социальных сетях, а все-таки на наши цифры, которые для нас очень жесткие и очень четкие. Поэтому данная публикация, скажем так, оказалась не совсем правильной. Но, тем не менее, там есть фотографии, которые женщины лежат в коридоре. Опять же, вернемся к цифрам статистики. Вот, скажем так, у нас есть коечное движение пациентов по отделениям за тот период времени, на который, ну, допустим, я вот за 4 месяца взял. И вот здесь красным цветом отмечено, где, когда у нас отделение работало с перегрузкой. К сожалению или к счастью, данного красного цвета практически не присутствует. Поэтому говорить, что у нас отделение работает с бешеной перегрузкой, и пациенты вынуждены... Но они есть, я вижу. Ну, есть. А почему они возникают? Это действительно просто коечный фонд, не хватает его, да? Нет, опять же, немножко не совсем правильно. То есть на тот момент, когда данная пациентка находилась в роддельном доме, у нас проводилась плановая дезинфекция. Значит, закрыть целиком родильный дом на помывку, на дезинфекцию мы не можем, потому что у нас порядка 3,5 тысяч родов в год проходит в год. И отказать этим пациентам в помощи мы не можем. Но та же девушка, которая это написала, она пишет, что не было дезинфекции, она не видела, что мы что-то там проводили. Просто не было места, и все. Потому что пациентов с целого этажа, целого этажа, это порядка 10-15 палат, были вынуждены совместить с другими пациентами, находящимися в этом отделении. И при этом, скажем так, данная перегруженность, она все равно доносит, скажем так, не систематический, а более временный характер. То есть пациенты, как правило, даже если на утром пациентка родила, ближе к обеду данные пациенты у нас будут уже находиться в палатах. Сейчас в роддоме 160 коек, из них 70 – это послеродовое отделение. Как вы считаете, этого достаточно? Или нужно еще увеличивать? Впереди год такой, когда будет материнский капитал последний год выдавать, например, федеральный. Вы знаете, нам этих 70 коек хватает более чем достаточно. Вот сейчас на силу вышли и день, на 70 коеках у нас находится 34 пациента. Вот выявилась еще одна проблема. Почему в роддоме города Благовещенска стекаются женщины из 8 районов области? Не связано ли вот с этим появлением вот таких коридорных коек? Тоже вынужден не согласиться. Но давайте немножко начнем с другого, что сейчас мы работаем по трехуровневой системе оказания помощи женщинам. То есть первый уровень – это пациентки, которые могут рожать физиологически, то есть в районах области, то есть в центральных районных больницах. У них все нормально, так относительно. У которых все прекрасно, все нормально, и которые роды предполагаются протекать именно физиологически. Таких родов, к сожалению, не так много. И становится меньше, по-моему, еще. Да, и становится, к сожалению, меньше. Значит, пациентки, имеющие соматическую патологию, которая может угрожать либо маме, либо ребенку, должны находиться в стационарах другого уровня, в которых есть отделение детской реанимации, что у нас есть. Отделение реанимации для мам. То есть круглосуточное пребывание врачей-акушеров-гинекологов. Так у нас сейчас, допустим, в день дежурит два акушера-гинеколога, два анестезиолога, два детских реаниматолога, один неанатолог. То есть, ну и плюс к этому врачи ультразвуковой диагностики, врачи лаборатории, то есть очень большой персонал. В центральных районных больницах или стационарах более-меньшего уровня такого количества персонала, конечно же, нет. Поэтому пациенты второго уровня сейчас перенаправлены на нас, и это восемь районов, которые сейчас пациентки средней степени риска рожают у нас. И, в принципе, мы готовы их принять. Но это не значит, что в этих районах были сокращены родильные отделения? Нет. С середины февраля месяца, учитывая то, что все-таки возрастает нагрузка на родильный дом, и за эти 9 месяцев порядка 300-400 пациентов из районов к нам пришло и разрешилось, возникла проблема. Конечно же, как госпитализировать данных пациентов? То есть, мне бывает, приезжают, а роды возникают, допустим, не сегодня, завтра, могут возникнуть через неделю, через две. И, проведя анализ данной ситуации, мы ввели еще 20 коексестринского ухода. То есть, сейчас у нас, если было отделение патологии беременных и дневной стационар, то, добавив к этому еще 20 коексестринского ухода, сейчас на данном этапе мы проблему, недостатка мест подделения патологии беременных для беременных женщин, особенно из районов, я считаю, что мы решили. Мы всегда знали, что перинатальный центр, который находится в микрорайоне, вот он принимает женщины из районов, а тут, оказывается, и городской еще роддом. Это давно появилось? Совершенно верно, но с момента открытия перинатального центра он изначально строился как стационар третьего уровня, куда и направляются пациенты с высокой, сложной, соматической, либо патологией плода со всей области. Мы обслуживаем только, помогаем, в роду споможении только восьми районам города. А почему принято было это решение? Ведь перинатальный центр, у него вот функция такая даже была выделена. Ну, значит, так, пациентов с высокой степенью риска они забирают на себя всех. Мы забираем только пациентов средней степени риска, то есть пациент-стационар второго уровня. То есть есть какое-то распределение, да? Да, конечно. То есть вы друг у друга можете перехватить, если что там будет заполнено, вы себе берете. Да, мы друг другу помогаем. То есть у нас каждое утро проводится видеоселекторное совещание, которое проводится со всей области при необходимости, и потоки можем перенаправлять. Я хотела бы вернуться к нашумевшему еще одному случаю, который произошел вот в этом перинатальном центре, когда двое младенцев чуть не погибли, потому что роды были искусственно остановлены. Вот. Поясните, пожалуйста, вот как врач. Ну, я не могу, естественно, к вам адресовать вопрос, да, почему это произошло. А вообще, вот, какие есть показания для остановки родов, и вот кто должен находиться вот рядом с беременными? Потому что я так понимаю, что вот был какой-то момент, когда кто-то чего-то не сделал. Где-то что-то недосмотрели, я не знаю, что. Знаете, изначально комментировать я в данный случай не буду, потому как создана специальная комиссия, которая проверит, насколько правомочные были оказаны, насколько правильно была оказана помощь данной пациентке. Но на своем опыте, еще раз повторю, что у нас в день, вне зависимости от того, война, бомбежка, наводнение, находятся два кушера-гинеколога родильного зала, три врача-реаниматолога, два врача-детской реанимации и врач-неанатолог детского отделения. То есть никто без внимания не остается? И никуда, ни в какое время эти врачи ни по какой причине покинуть свой пост не могут. Уменьшается ли младенческая материнская смертность у вас в роддоме? Знаете, с сведением программы родовых сертификаторов, значительно улучшилось снабжение медицинским оборудованием. Это очень многое в работе высокотехнологичных, в помощи особенно недоношенном, это очень большое значение играет. И сейчас, на данном этапе, мы очень прогрессивно снабдили наш родильный дом необходимым требуемым оборудованием. Значит, именно поэтому в течение практически пяти лет у нас случаев материнской смертности не было. Мы всегда очень боязливо говорим о данных фразах, мы всегда стараемся каким-то образом быть суеверными. Вот, процент перинатальной смертности, то есть то, что считается для родильного дома, это первые семь суток после родов. Это называется перинатальная смертность. У нас из года в год, начиная от 6 промилей, в этом году за 9 месяцев у нас перинатальная смертность составляет 2,4 промилы. То есть практически в три раза мы бы позволили снизить себе уровень перинатальной смертности. Это обусловно прежде всего квалификация врачей, которые работают, врачи-реаниматологов, детских реаниматологов. И несомненно, тем оборудованием, на котором они выхаживают этих детишек. Ну, спасибо. Я хотела бы пожелать, вот мы не говорим вот эти плохие, вот эти хорошие. Очень хочется, чтобы вы за нами смотрели, чтобы у нас рождались здоровые детки, у нас у женщин, чтобы в области повышалась рождаемость, чтобы женщины не боялись идти рожать. Потому что, на самом деле, сервисом тоже ведь много значит, да, и как себя психологически беременная чувствует, это тоже очень важно. У нас в студии был заместитель главного врача по кушерству и гинекологии городской клинической больницы Максим Николаевич Борзунов. Мы говорили о том, как на сегодняшний день обстоит ситуация в городском роддоме, почему туда стекаются пациентки из восьми районов области, собственно говоря, и как больница будет работать в следующем периоде. Спасибо. Радного встречи.